Это история о людях, которые бросают вызов обстоятельствам и оказываются сильнее их. На реальных, но мало кому известных событиях. Идет 2000 год, конец июля. Только что закончился третий этап международной гонки больших парусных судов Tall Ships Races. И 51 парусник прибыл из Бостона в канадский порт Галифакс. Один из фаворитов и в то же время старейшее судно гонки, российский Барк Крузенштерн, находится на втором месте в промежуточном зачете. Но впереди еще заключительный этап соревнования, назад, через всю Атлантику, в Амстердам. 24 июля гонки дают старт, и Крузенштерн, направляемый капитаном Геннадием Васильевичем Коломенским, миля за милей начинает уходить от берегов Канады. На шестые сутки, вечером 30 июля, весь флот принимает сигнал бедствия. На польском паруснике Погория произошел несчастный случай, требуется медицинская помощь. 22-летняя практикантка упала с мачты с высоты 25 метров. Состояние пострадавшей тяжелое. На Погории нет даже фельдшера, и ее капитан Анджей Шлеминский запрашивает флот о помощи. Но никто из ближайших судов не отвечает. Тогда Шлеминский решает связаться непосредственно с капитаном Крузенштерна Коломенским, зная, что на борту нашего судна есть амбулатория и квалифицированные врачи. Коломенский решает помочь и ложиться в дрейф, чтобы дождаться Погорию. Волнение крутое, это все-таки Атлантика. Пострадавшую Джоанну Церлинску шлюпкой переправляют с борта польского судна на судно российское. Первая медицинская помощь оказана, но вердикт врачей неутешителен. Переломы и множественные ушибы внутренних органов требуют соционарного лечения. Что это значит? Значит, надо сниматься из гонки и возвращаться в Канаду. Капитан сообщает о своем решении комитету гонки и, запустив двигатели, полным ходом идет в канадский порт Сент-Джонс для встречи со спасательным вертолетом. Ожидается ухудшение погоды, но, тем не менее, вечером 1 августа наше судно встречается с вертолетом номер 304 береговой спасательной службы Канады. При штормовом ветре до 21 метра в секунду и волнении 5-6 метров спасательная операция продолжается 18 минут. Спасатели показывают максимальный уровень подготовки, и вот вертолет с Церлинской уже летит в сторону берега. Через сутки Крузенштерн вернется в точку, где они расстались с Погорьей, и капитан сообщит гоночному комитету о намерении продолжить гонку. Российский Барк ожидаемо оказывается на последнем месте, потеряв на спасение польской практикантки 44 часа 28 минут и 15 секунд. Через 20 дней Крузенштерн выиграет эту гонку. Взяв севернее основной группы судов, пойдя ва-банк, капитан нашел зону попутного ветра от проходящих атлантических циклонов. Под всеми парусами и со скоростью в 12-14 узлов уже к середине гонки Барк вернул себе лидерство. Гоночный комитет признает выдающуюся победу Крузенштерна, даже без учета времени, потраченного на спасательную операцию. Более трех миллионов человек наблюдали в Амстердаме триумф российского судна, награжденного Мировым Кубком Портов Канады. Кубок находится в музее на борту Крузенштерна. Джоанна Церлинска, неоднократно посещавшая с тех пор борт Барка, полностью выздоровела и живет в польском городе Гданьске. Капитан Коломенский и его команда навсегда вписали имя Крузенштерна в историю мирового флота.